У нас с вами сегодняшняя лекция. Лекция, я не знаю, помнит ли это поколение, вы, наверное, не знаете такой фильм. В нашем детстве, в нашей юности был такой фильм «Карты, деньги, два ствола». Тоже про определенных мошенников. Фильм был снят в Голливуде, фильм о 70-х годах. Мы назвали лекцию «Карты, деньги, два звонка». Потому что сейчас уже никто не пугает пистолетом, все пугают звонками по неопределившемуся номеру. И мы с вами немножечко поговорим о том, что такое мошенничество в финансовой сфере. По мошенничеству в финансовой сфере созданы целые курсы, коллеги, созданы целые учебники, уже сейчас расписано очень много. Мы поговорим немножечко о тех бытовых вещах, я постараюсь сакцентировать на этом внимание, на чем мы сталкиваемся каждый божий день. Итак, кто может стать жертвой мошенника? Банальный вопрос. Тут отвечено по учебнику. Ответ дан по учебнику, по литературе. Я отвечу просто. Любой. Каждый из нас, несмотря на степени, звания, уровень благосостояния, может быть жертвой мошенничества. И есть вот, мы тут рассматриваем склонность к рискованным инвестициям, онлайн-шоппинг. Я говорю по-другому. Каждый человек внутри добрый, добрый и верит в хорошее. И вот когда ему начинают рассказывать о чем-то, он начинает верить. Как эту веру истребить, убить, это очень сложный психологический момент. Очень много психологов работает над этим, и практически никто не может ответить. Когда людям рассказывают, вы понимаете, я не знаю, вот мы еще вернемся, будет момент финансовых пирамид, но я всегда заостряю на этом. Никогда не может тысяча рублей в течение трех месяцев превратиться в сто тысяч. Но не бывает этого. Я понимаю, что хочется сказки. Я понимаю, хочется поверить. Я понимаю, ну вспомните, Буратино же тоже обокрали. Ну сказку вспомните про Буратино. Вспомнили сказку про поле чудес? Его же тоже обокрали. Ему все это рассказали. Он посадил свои золотые монеты, а монеток потом не стало. Вот и все. Вот практически момент мошенничества, он идет на наивности, на наши. Это даже не наивность и не глупость наша. Это наша с вами доброта внутренней. Каждый человек по сути своей добр. Даже если он строгий, жестокий, он добрый. И ему хочется, и каждый из нас верит в сказку. Но сказки, ребята, поверьте, доктору экономических наук нет. И еще раз говорю, из 100 рублей 10 тысяч не получается. Не получается только у фокусника. Но это и есть фокусы. Здесь, ну как бы на следующем слайде, я же немножко как постуденческий, те психологические уловки. Особенно эти психологические уловки работают, когда с вами разговаривают по телефону. Самый основной вид мошенничества, с которым мы все сталкиваемся, это телефонное мошенничество. Вот был очень интересный момент, был экстренный сбор руководства, и половину руководства не взяли номера телефонов. Потому что всех уже мы научили, что не надо брать неизвестные номера. Не надо. Не снимайте неизвестный номер, если вы его не знаете. Московский, питерский, просто неизвестный номер. И поэтому у вас не будет нескольких моментов. Я знаю, что вот на телефонах вот эти два звонка, мы его так назвали. Это будет такой момент. Затем, ну какие психологические? Первое, это доверие. Второе, замануха. Нормальное русское слово замануха. Показать, что вот у вас нет, ты отдаешь все, что у тебя есть, а завтра будет. Не будет. Потому что любые приросты денег строятся на определенных формулах. Я вам не буду их сейчас рассматривать. То есть нормальные деньги, они идут тогда, есть длинные деньги, есть короткие деньги, есть проценты на вклады. Да, я понимаю, что на сегодняшний день очень много финансовых инструментов, долговых, каких-то, которые дают рост, не работает. Я потом скажу, мне все студенты задают вопрос, что же делать тогда с деньгами. Это я скажу потом в конце. Это самый неправильный совет, который можно дать. Это совет, который нам давали родители. Мы не верили, что так может быть. И я, когда пришла к студентам, я говорю, знаете, я бы никогда не поверила, что практически в завершении шестого десятка лет жизни я могу сказать, что да, а бабушки-то были правы. Но это мы с вами поговорим в конце. Итак, что у нас с вами? Основные виды финансового мошенничества, их очень много. С чем мы сталкиваемся? Банковские карты, мошенничество. Второе, воровство и использование наших личных данных, кибермошенничество и финансовые пирамиды. Какое больше нравится, говорите? Кибермошенничество и пирамиды. А что это вам они так нравятся? Тут вы понимаете, вот, а, я поняла почему. Вы думаете, что вот было Финника, еще. Я никогда не начинаю с финансовых пирамид. В 90-е годы было МММ. Я согласна, были люди, которые вначале, было очень много там различных контор, которые собирали деньги, еще собираешь, вкладываешь. В 92-м деньги были вообще другие, в 93-м. 92-й год в истории Советского Союза, уже России, когда Советского Союза не стало, он как бы характеризовался тем, что государство само забрало деньги у людей. Вы знаете историю 92-го года? 92-й год. Сбербанк, вернее, государственные трудовые сберегательные кассы. Это история банковского дела. Это не пятый вид мошенничества. Это история банковского дела, когда все вклады в сберкассе у людей просто обнулились. Это был 92-й год. Просто они как бы ушли. И поэтому люди стали верить в разные сказки. Было очень много финансовых пирамид. Одна из них – это Мавроди, о котором вы что-то слышали. Я даже знаю, что несколько, и хопер-инвест, и все разрушилось. То есть на чем стоит пирамида? Пирамида же знаете, из чего состоит, то есть основа? То есть, как правило, получают те, кто заходит в начале. Те, кто заходит в конце, остаются внизу. То есть вот эта финансовая пирамида. Да, кто-то получает, но есть определенный расчет. Надо сосчитать. Я знаю, что люди считали в 92-м, 93-м, как войти в ту или иную пирамиду. У кого-то получалось. Но если вы заходите в сомнительный финансовый эффект, у меня к вам очень большая просьба. Не просите потом у государства, чтобы оно вас поддержало. Это как в картах. Вы же в карты играете, если кто-то играет на бабки, на деньги. То есть вы же потом у государства не просите, если вы проиграли. Так, ребята, это же ваше то же самое и здесь. То есть если вы заходите в финансовую пирамиду, не надо писать президенту Республики Татарстан или Российской Федерации, помогите, мы, извините, лоханулись, верните нам деньги. Уже никто не вернет. Я бы все-таки, ну, скажем так, начала, скажем, с банковских карт. Банковские карты любят все. Банковские карты имеют степень защиты. У каждого из вас есть банковская карта. И там есть все номиналы и номера. Самый интересный номер, который на обратной стороне CVV, если вы его случайно сообщите, вдруг кому-то, куда-то деньги могут уйти. Просто уйти. Потому что, но, там очень интересный момент. Операции с банковскими картами должны обязательно. Во всех банках есть смс, который приходит вам на телефон. Есть такое? Есть. То есть если вы чувствуете, к вам приходят. Мне три раза приходило смс. Я сразу меняла карты, я сразу ехала в банк. То есть были атаки на те банки, которые работают с Казанским федеральным университетом. Я просто садилась в машину и ехала в банк. То есть были моменты, то есть подтвердите пароль. То есть кто-то хочет что-то снять. Как правило, эти вещи происходят почему-то в дни заработной платы. То есть, естественно, люди получают иную сумму, и все это происходит. Поэтому, если не надо сразу нажимать «да», а потом у кого-то спросить, скидывайте и звоните в банк. И если что-то у вас происходит с операциями на банковской карте, и вы видите, что на банковской карте что-то происходит с деньгами, пока вы доехали до банка, вы встали в пробки, вы еще где-то, вы просто-напросто набираете номер 8800 и начинаете блокировать карту. Первым делом надо начинать блокировать карту. Вы скажете, вы говорите, все давным-давно известно. Да. Но чтобы не умереть от жары, надо сидеть в тени и пить воду. Когда человек этого не делает, ему становится плохо. Если человек не принимает определенных мер по защите себя, он все равно на что-то нарывается. Я еще раз говорю, каждый из нас, я не хочу даже спрашивать, да, нет, каждый из нас с этим сталкивался. И я хочу сказать, когда мы говорим о банковских картах, это тот инструмент, который находится только у вас. Я, например, до определенного момента, пока у меня муж не уехал на лечение, не знала код банковской карты собственного мужа, потому что он не просто ее оставил, а сказал, ладно, бери. То есть как бы есть вещи, которые лично ваши. И если в семье даже нормальные отношения, если жена, мужу, брат, сестре не дает свою банковскую карту, это не говорит о том, что это плохо, это нормально. И определенный элемент недоверия даже к окружению, к друзьям должен существовать, потому что вы можете познакомиться, даже зная человека много лет, вы еще не знаете, какие мысли иногда люди посещают. Мне очень хочется думать о хорошем, но, к сожалению, мы сталкиваемся со многими вещами. То, что касается, вот это то, что касается банковских карт. Ну вот здесь самая такая операция, что делать, если деньги украли с банковской карты? Что делать? Как вы думаете, что делать? А? Ну, во-первых, кроме банка надо ехать и в милицию. Вообще-то, помимо банка, можно продублировать и визит в полицию. Ну, мы все еще по-старому называем. И когда у вас, почему в полицию? В полиции сейчас созданы отделы по экономической безопасности. Естественно, будет определенный опрос. Да, мне очень сложно привыкнуть вот к такому потоку, ну ладно. И я бы просто хотел бы остановиться еще раз. Все у вас будут спрашивать, кому вы сообщали данные своей карты, данные своих пин-кодов и все. Если вы кому-то сообщали, а еще мы делаем очень плохую вещь. Это связано с нашей памятью. Мы куда-то наши пин-коды записываем. Записываем же? Или наизусть, или никак. Или наизусть, или никак. Или туда записать, где вот, ну, как правило, карточка лежит. Вот почему с карт снимают? Вот вы теряете кошелек, у вас карточки там лежат. И рядом с ним еще пин-коды, правильно? Добро пожаловать в мои карты. Поэтому мы, думая, что мы все забыли, вот эти вещи, они вот так у нас происходят. Следующее. Есть такой момент, как воровство личных данных. Откуда это происходит? Это может быть в любой момент. Как правило, воровство личных данных может происходить через электронную почту. Да и просто из-за того, что у вас тоже в телефоне, у нас у всех сейчас есть в телефоне паспорта, свидетельства о браке, о разводах. Все там у нас есть. У нас сейчас в телефоне есть вся наша жизнь. Тут очень интересный момент. Личные данные. Ну, сейчас уже практически на паспорта просто так сложно оформить кредит. Но когда-то это было. Помните времена, когда очень много оформлялось кредитов? И люди могли даже к серокопии паспорта приходить. Пожалуйста, свои личные данные берегите. Если вы кому-то по WhatsApp отправляете к серокопии своего российского паспорта, зарубежного паспорта, ряда своих документов, вы должны знать, кому вы это делаете. Потому что если что-то произошло, работники правопорядка будут спрашивать у вас, кто знаком с вашими личными данными. И отдельный момент – это почта, ваша электронная почта. Я не знаю, как у вас, очень часто, ну, по крайней мере, и я, и мои коллеги, получаем непонятные письма. Не просто так себе письма, а письма. Госпожа, вы стали наследницей очень большого состояния. Просим сообщить ваши данные, данные вашего счета банковского. И вам, то есть на ломаном русском письмо пишется, практически на латинскими буквами. Письмо приходит с адреса типа там из Соединенных Штатов или там из Бразилии, из Австралии. Вот это стопроцентное мошенничество. Когда я, помню, читала лекцию школьникам про мошенничество, они говорят, а вдруг это правда? Я говорю, как бы хотелось поверить, что это правда, это неправда. Как только вы отправляете данные своего личного счета, у вас могут происходить определенные негативные движения по этому счету. Ну, я могу сказать, что как бы с периодичностью раз в квартал, раз в три месяца такое письмо я получаю. Так что кто-то там по-разному из разных стран мира приходит, что я там и в Новой Зеландии, я наследница, и в Америке, и в Австралии. Поэтому как бы это уже вам надо очень грамотно относиться к таким письмам. Если вы понимаете, что это не ваши родственники, у вас там никого не было, и исторически там никого нет, просто игнорируйте. Просто фактически это письмо стирайте в корзину, спам и просто уничтожайте. Вот это тоже один из заходов к вашим личным данным, к вашей личной почте. И через почту также могут проникнуть к вам, к вашим данным. Ну вот, ну так же вот на мой паспорт взяли кредит. Кредит на ваш паспорт, если... Сейчас это очень редко. Еще раз я хотела бы сказать, что если на ваш паспорт взяли кредит, дорога в полицию. Только так. То есть никаким другим образом. Сейчас уже созданы специальные отделы, еще раз повторяюсь. То есть они поэтому... Моменты уже работают. То же самое через Банк России и через полицейских. Можно избавиться от этого кредита, доказать. Конечно, это будет непросто как-то обилить себя. Но эти вещи сделать можно. И надо поэтому быть очень осторожными, аккуратными со своими документами. Но как правило... Мне очень не хочется об этом говорить. Но как правило, подстава идет через очень близких людей. Это не так, что вы на улице потеряли паспорт в городе Свердловске или там сейчас это Екатеринбург. Ровно через полгода к вам приходят... Вы заявили в полицию. Вам полиция дала как бы документ, что вы потеряли паспорт. Вы уже уехали из этого Екатеринбурга. И вдруг кто-то вам говорит, что какой-то Екатеринбургский банк вам пишет, что вы оформили кредит. Таких вещей уже нет. Как правило, такие вещи подставляются через близкое окружение. Но и через достаточно иногда непонятных знакомых, с которыми вы иногда можете встретиться в поезде, где-то в дороге, просто где-то познакомиться. Вот случайные знакомства и случайные встречи тоже могут привести к тому, что ваши документы могут быть как-то похищены и на них могут быть оформлены документы. И прежде всего может быть оформлен кредит. Ну вот как бы кибермошенничество. Вот кибермошенничество, это как бы в преддверии кибермошенничества я вам рассказала о том, какие операции происходят с электронной почтой. И то же самое сейчас очень много элементов кибермошенничества происходит. Мы же сейчас практически все покупаем онлайн. Ну большинство своих вещей, ну очень много вещей мы покупаем онлайн. Мы делаем доставку, правильно? Мы покупаем вещи, мы там для мода, еще что-то. И там есть очень интересный момент. Когда вы оформляете, есть такая строчка «Запомнить карту». Есть? Вот не надо этого делать. Даже вы оплачиваете счета. У вас спрашивает компьютер «Запомнить карту?» Не надо запоминать карту. Лучше лишний раз ввести. Не надо лениться. Потому что с тем, что он запомнил номер счета, он и запоминает что? CVV. Это запоминается. Поэтому очень такие вещи надо делать осторожно. Практически я поняла, что за нами все следят и в наши телефоны, в нашу электронную почту. Можно зайти. И еще до пандемии я была за рубежом, и мне в самом деле до аэропорта надо было ехать где-то около 100 километров. И мне приходит оповещение на телефон. Уважаемая госпожа Багаудинова, у вас через столько-то вылет. Самолет будет во столько-то. Рядом с вами нет общественного транспорта. Позаботьтесь, пожалуйста, о такси, чтобы вовремя приехать в аэропорт на регистрацию. Это было в 2018 году. Правда, это было не в России. Вот тогда я поняла. Я так посмотрела, думаю, а кто же следит-то? А где же все это видно? То есть каким-то... Вот есть моменты, когда... Ну, понятно, где находится человек, как находится человек. То есть меня просто предупредили, что вообще-то в аэропорт не опоздайте. Но эти вещи говорят о том, что мы прозрачны во многих вещах. Пандемия очень многие вещи усилила в том смысле, что мы научились все это делать онлайн. Если когда-то мы этого онлайн не делали, то сейчас мы это очень хорошо научились делать. И этим самым мы выставили себя перед всем. Мы обнажили все свои основные данные, согласно которым можно нас обокрасть. Если когда-то наши бабушки очень далеко прятали деньги и не... Ну, бары, конечно, догадывались, где это находится. Были специальные лезвия, чтобы это все вскрыть и споровать. То сейчас не надо этого делать. Сейчас необходимо делать все по-другому. Сейчас надо просто знать, как войти к вам в телефон, как войти в вашу почту и даже посмотреть. Вот смотрите, мы все в Валбере, Сазон, мы все там есть. Но кто-то же отслеживает все эти операции. Как только я начинаю сделать запрос, просто отпуск в России, Сибирь. Один запрос я делаю. Ко мне приходит туча рекламных. Думаю, ну кто-то же, значит, это смотрит. И вдруг оттуда приходит, отсюда приглашает. Еще одни предложения. Я это говорю о том, что мы достаточно уязвимы в том, что мы известны и наши действия известны. Поэтому будьте осторожны. Это то, что касается кибермошенничества. То, что касается финансовых пирамид, я еще раз вам сказала, все очень коротко. Вот мы все, кто проиграет, а не внизу, наверху те, кто успел что-то сделать. Да, есть люди, кто успевает. Но это первые. Как правило, это 10%. Все остальное уже уходит дальше. Но я хочу про два звонка. Самый популярный. Нам не перестают звонить. Нам звонят из банков. Нам звонят из еще каких-то. Представляются, кто только не представляется. Запомните. Не реагировать ни на полицию, ни на Федеральную службу безопасности, ни на кого-то. На чем летят и подлавливаются все пенсионеры. Они начинают разговаривать. Я понимаю, им скучно. У них мало сферы общения. То есть все, закрыли тему. Номер не знаете, не берите. Даже ваш банк звонит. Ваш банк звонит. Бросаете телефон. Перезваниваете в свой банк своим, тем менеджерам, которые вас ведут. Или если это Сбербанк, на 8800 на горячую линию спрашиваете. Ко мне был звонок из банка. Я проверяла ВТБ 5 раз. И ни разу звонок не повторился. Они не подтвердили, что это они звонили. После этого я вообще все перестала. То есть вот где-то на уровне подсознания. То есть вы же понимаете, что если вы вот так руку на огонь поднесете, вы обожгетесь. То же самое звонок. Не берите. Если вы знаете, сейчас ведь как? Напишите, если кто-то вам звонит с неизвестного номера, мы все пишем, представляемся. У нас такой-то вопрос. Затем уже настраивается коммуникация. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя. А ну как бы я оставляю несколько минут на вопросы. Куда вкладывать деньги? Совет бабушек. Хотите скажу? Ау, давайте. В любом случае мы все будем уязвимы. Какой бы он ни был, мы и так уже работаем с цифровым рублем. В том смысле, что мы рассчитываемся не у вас сколько наличности сейчас. Вот так вот. Ну вот так вот. У вас ведь год назад или два наличности было значительно больше в кошельке. То есть цифровой рубль – это рубль, с которым мы с вами в цифровом мире рассчитываемся. То есть практически он уже есть. Просто многие операции сейчас законодательно закрепляются. Никто не гарантирован от мошенничества. Ни один закон вас не прикроет. Если вам придут и скажут, давай вот это снимаем, туда переводим, и будет миллион. Вас никто от этого не закроет. Я еще раз говорю. Только собственное решение. А совет бабушек и девушек, ну нельзя, конечно, так громко говорить. Старые говорили, старые. То есть мы уже как бы не самые первые молодости. Старые говорили, деньги должны храниться в портретах мертвых президентов. Вы понимаете, о чем я? И хранится в банке. А банка должна быть закопана. В том месте даже мужу не говори. Я так долго, я, если честно, долго не могла понять, что такое за портреты мертвых президентов. Потом дошло. Поэтому как бы у каждого своя жизнь, у каждого свой совет на ту или иную вещь. Но еще раз, любое мошенничество, оно процветает не из-за того, что мошенник вот такой наглый. Это еще мы добрые, и мы еще верим. Вот включите наглость. Далеко пошлите. Не будут. Очень много звонков. Вот не верьте, не верьте тому, что вам что-то предлагают по телефону. Другое дело, если вы работаете в банке или там вы работаете с банком, вы туда приезжаете. Я знаю, что банки разводят на какие-то дополнительные услуги. Это другое. Это просто коммерческие предложения коммерческих структур. Это некоторые другие вещи. Это честно вам предлагать по договору что-то сделать или доплатить. Но в этой ситуации только ваша собственная стойкость, наверное, спасет вас. И я хочу сказать, к сожалению, надо констатировать, вот последние виды мошенничества, с которыми столкнулись мои коллеги. У многих докторов наук Казанского федерального университета, у экономистов у нас был взломан телеграмм. Почему? Рассказываю, что этому предшествовало. Перед этим приходят извещения, типа привет, проголосуй за мою племянницу, она там где-то. Или привет, пожалуйста, помоги ребенку. Вы знаете, вот в нашем мире докторов наук мы не снобы, но я не пишу коллеге привет. Понимаете? Я пишу и добрый вечер, добрый день, пожалуйста, помоги мои. Вот этот привет меня в свою очередь, меня немножко заставил задуматься. Мы не общались с этим человеком, и она ко мне на «ты» никогда не обращалась. Поэтому задумайтесь, ровно через 20 минут приходят про «извините, у меня взломали телеграмм, никуда ничего не перечисляйте». Обидно, что в качестве мошенничества используется участие в голосовании. У многих из вас дети, знакомые участвуют в тех или иных конкурсах, и надо же проголосовать, правильно, надо же отправить там звонок куда-то. И вот эти вещи, когда происходят, это очень обидно. Есть люди, которые собирают деньги на лечение тех или иных людей, а вот тебе приходят, и это оказывается неправда. То есть вот эти вещи, вот эти вещи надо отслеживать. У нас в нашем институте 26 членов ученого совета, вот у них был взломан телеграмм. Кто-то поддержал у нас девушку на каких-то соревнованиях или на каком-то там конкурсе, а кто-то оплатил за ребенка. Ну буквально кто-то 200-300 рублей, и пошли взломы телеграмма. А потом приходит такое, займи мне 25 тысяч, но не обращаемся мы так друг к другу, займи мне 25 тысяч. Если к вам приходит такая вещь, сразу удаляйте все, то есть к вам кто-то бьется. Я понимаю, что может в вашей среде вы общаетесь так, то есть есть моменты, вы должны понять. Я сделала по-другому, у меня было три таких обращения, я человеку стала писать ватсап, не в телеграмм. Добрый день, у вас что-то случилось? Мгновенный ответ, у меня взломали телеграмм, ни в коем случае ничего не перечисляй. Поэтому вот эти вещи, они происходят, то есть каждый из нас может стать этой же. Пожалуйста, пожалуйста. Вот поэтому как бы звонки, я считаю, это самое тяжелое, самое тяжелое. Ну а финансовых пирамидах я ими как бы и не занимаюсь, я не верю в то, что деньги растут как сказки на поле чудесного, ну на поле дураков, да. То есть я как-то вот не воспринимаю. У каждого свой, кто-то хранит валюту отдельно, кто-то в банковских счетах, кто-то еще где-то. На сегодняшний день хранение где-то в банковских счетах многие считают невыгодным, поэтому каждый выбирает свое. И когда, вот когда все говорят, что мне делать с деньгами, как-то надо их сохранить, куда-то их вложить. Вот когда мы говорим о брокерах, мы говорим о настоящих инвесторах, я никого не хочу унизить, но минимальная сумма вступления на брокерские площадки начинается минимально. 10-50 тысяч долларов. Все, что до этого, это как бы, это вы сами там решаете. Практически во многих это 100 тысяч долларов. Поэтому, когда вы говорите, куда мне вложить эти деньги, давайте договариваться о сумме. Хотите купить квартиру, покупайте. Но я никаких советов здесь не даю, кроме того совета, что просто берегите себя, будьте осторожны. Самый банальный совет, который не слушает никто, будьте бдительны. Не верьте никому. Даже порой, друзья, не верьте. Подумайте, посомневайтесь. Поэтому я очень вас желаю, чтобы ваши деньги были на месте, были с вами, и никто не воспользовался вашим хорошим настроением, мягкостью вашей души. И просто-напросто, чтобы у вас все было хорошо. У меня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!